Все-таки удивительно, как оказывается, даже в заповедных местах люди оставляют для собой мусор. Спасибо Ольге Литвиненко, что поведала нам о такой проблеме. Да, действительно, на улицах Симферополя ситуация абсолютно такая же. Многие выбросывают мусор, не задумываясь о том, в какой атмосфере все же мы находимся. Тема стихийных свалок, как мы знаем, до сих пор не решена. Но я знаю, что у нас гость есть, который готов подробнее рассказать о том, как же эта проблема решается. А в студии у нас сегодня Александр Анатольевич Сушко, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Экоград». Потому что этот человек стоит на страже того, чтобы наш Симферополь стал славным, чистым, настоящей южной столицей, одним словом. Я тоже уверена на 100%. Доброго вам утра. Доброго утра. Ну, традиционный вопрос, как начинается у вас утро нового дня? У нас утро начинается каждый день, скажем так, по определенному утвержденному плану. У нас предприятие работает круглосуточно, то есть производится вывоз мусора. Первую смену, это с 5 утра выход техники производится, и во вторую смену с 16.00. Поэтому хотелось бы, чтобы все учитывали, и люди понимали тоже, что одномоментно вывоз твердых коммунальных отходов не осуществляется, но осуществляется в течение всех суток. Я должен сказать, что прямо сегодня я проснулся рано-рано утром, для того, чтобы попасть на эфир, и как раз проснулся от того, что где-то на улице работал, наверное, ваш какой-то транспорт, который гудел и собирал мусор. Транспорт работает постоянно, техника на предприятии на сегодня находится в довольно-таки нормальном техническом состоянии. У нас есть небольшой резервный фонд, все-таки техника выходит из строя, а вывоз коммунальных отходов прекратить просто невозможно. Его надо постоянно осуществлять, это продукт жизнедеятельности людей. Тем более сейчас сезон отпусков в республике и в городе Семьер-Валёке много гостей. Расскажите, пожалуйста, как же обстоят дела с несанкционированными свалками у нас на Крымском полуострове? Есть такая вообще проблема? Да, существует. Я скажу, что мы производим организованный вывоз, то есть наше предприятие занимается вывозом твердых коммунальных отходов с площадок общего пользования. То есть это обустроенные площадки, где производится накопление, а потом вывоз, транспортировка на полигон твердых отходов в село Тургенево, это Белогорского района. У нас там полигон, с которым осуществляем мы работу. Мы сегодня работаем с единым оператором. Все, наверное, знают, с 1 января в республике вообще в Российской Федерации вступило новое законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Поэтому у нас договорные отношения с единым оператором. Это государственное монетарное предприятие КМК Ресурсы. Мы заключили с ними контракт на осуществление такой услуги, как сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов. Что касаемо стихийных свалок, они, к сожалению, имеют место. Эти накопления даже по городу Симферополь мы понимаем, анализируем, видим. Особенно на въездах в центральную столицу, в нашу центральную магистральную дорогу, на въездах часто происходит накопление несанкционированное, так называемое. Вывоз стихийных свалок осуществляется за счет бюджетных средств. То есть определяются эти очаги, проводится тендер, определяется перевозчик. И таким образом ликвидируются стихийные свалки. Александр Анатольевич, скажите, существуют какие-то еще проблемы, с которыми сталкивается Ваша служба? Проблем, естественно, много, потому что твердые коммунальные отходы – это проблема, скажем, не только нашего города. Все это понимают. И на сегодняшний день мы видим, как преображается город. Администрация, все администрации нацеливают свою работу на то, чтобы жизнь людей была лучше и, самое главное, красивее. Много проводится работ, в том числе и по благоустройству, но никогда не будет никакого внешнего вида достойного, если будет грязно в городе. Поэтому, скажем так, и отношения людей, да, многие люди. На сегодняшний день у нас, помимо вывоза контейнеров объемом 1,1 метра кубических, наше предприятие расставило по городу 90 контейнеров для сбора крупногабаритного и строительного мусора. Это такие вот, так называемые, лодочки объемом 8 кубических метров. Это вот такие огромные железные, как ковши, да? Да, да. И 10, это объемом 17 кубических метров. Но, к сожалению, часть людей, ну, не будем акцентировать, основная часть людей, это добропорядочные, нормальные, хорошие люди, которые любят свой город, любят чистоту. Но некоторые просто производят навалы даже рядом с этими лодочками, не потрудившись, просто бросить их. Поэтому это вызывает дополнительные расходы, надо привлекать технику, погрузчики, бригаду высылать, потому что подбор с земли, естественно, и внешний вид портит, и удорожание услуги происходит. То есть правильно я понимаю, что любой человек, который особенно живет в частном секторе, если, например, спиливает старое дерево, то он может абсолютно законно разместить спиленные ветки вот в этом вот люльке? Абсолютно правильно. У нас на наших площадках общего пользования размещены информационные таблички, на которых указаны телефоны. Там, кстати, не только наши предприятия, это те предприятия, которые указывают услуги по вывозу крупногабаритного строительного мусора. Но, естественно, что такой заказ люди могут осуществлять, когда есть значительный объем. Если это не значительный объем, для этого мы выставили лодку и предоставляем эту услугу. Это, скажем, дополнительное бременно вложиться на предприятие, но понимая, что просто человек не будет заказывать из-за двух мешков строительного мусора объемом 8 метров лодку, поэтому с этой целью они расставлены по городу. Скажите, а вот те люди, которые все-таки негодяи, которые позволяют себе вот так вот небрежно относиться к чужому труду, существует ли для них какая-то мера наказания? Да, мы установили на некоторых площадках, проведя определенный анализ, мы отследили такие очаги накопления, где происходят часто эти случаи, мы установили камеры видеонаблюдения, с нами сотрудничают работники ГИБДД, а также наш департамент административно-технического контроля. Мы направляем туда номера машин, которые отснимаются, выявляются хозяева, составляются протоколы. Но, скажем, не хотелось бы идти по этому пути, потому что, во-первых, это неприятно всегда, да, штрафные шансы не всегда. Вот создать какую-то, ну не знаю, ситуацию нетерпимости, делать замечания, когда будут люди понимать, что выбрасывая, он встречает непонимание других граждан, я думаю, это больше эффект будет. Вот про создание, скажите, возможно, какие-то еще проекты вы планируете создавать для улучшения экологической ситуации? По экологической ситуации сегодня направлено, и деятельность администрации, направленная Совета Министров, происходит на сегодня обустройство и ремонт существующих контейнерных площадок. То есть, чтобы они были закрытого типа, чтобы контейнера там не происходил раздувание ветром мусора. То есть, помимо того, что... Извините, вынужден вас прервать, у нас, к сожалению, жесткий выход на рекламный блок, который начнется буквально через 30 секунд. Просто пожелайте крымчанам какого-то внимания к мусорной проблеме. Чистоты побольше. Да, желание одно, чтобы мы любили свой город, чтобы мы уважали себя, чтобы мы жили достойно, как все цивилизованные люди, в чистоте, порядке, и чтобы было красиво на улице. Большое вам спасибо. Напоминаем, что в гостях нашей студии Александр Анатольевич Тушко, исполняющий обязанности директора муниципального учреждения... Муниципального учреждения предприятия «Экоград». Вот, благодарим за информацию. Спасибо. Спасибо.